Девушки отдыхают Виталий Лунев, кандидат психологических наук, Екатерина Варнавская, психолог. Скажите, пожалуйста, Виталий, какие эмоции просыпаются в людях, когда происходят такие волнения в стране, когда митинги берут штурмом здания? Какие эмоции и чувства просыпаются? Ну, скорее всего, это паника, беспокойство, это потеря контроля, потому что появляется такое чувство, что жизнь, которую, в принципе, ты чувствовал как свою собственную и мог контролировать ежедневно, сейчас ты не знаешь, что будет дальше. И поэтому появляется то, что мы называем паническими атаками, различными навязчивостями, постоянно одни и те же навязчивые мысли, что будет дальше, как будет, что будет со мной, с моими близкими и так далее. То есть, в целом, это какая-то такая всеобъемлющая паника. Или же, наоборот, апатия, равнодушие, за которым скрывается безнадежность. Вот такое чувство, что, в принципе, изменить что-то кардинально невозможно, поэтому лучше, ну, как бы, вот так выпасть в осадок. И такое спокойствие, за которым, на самом деле, скрывается страх. Страх, что будет дальше. А как люди реагируют на поляризацию страны, на поляризацию настроений в обществе? Ну, вот, как сказал Виталий, реагируют двумя способами. Или это возмущение, или это гнев, который направлен против обидчиков и захватчиков, как люди их расценивают. Или это апатия. Ну, то есть, люди испытывают, на самом деле, тоже страх, ну, или какие-то другие чувства, но они их подавляют. И выглядит это как апатия, это переходит в депрессивные состояния, ну, и тоже влечет за собой не очень хорошие последствия. Типичные реагируют на столь неспокойное время дончане. С этим вопросом мы вышли на центральные улицы города. Ответы мы получили от 10% вопрошенных. Это втрое меньше, чем обычно. Большинство людей просто боятся. Что же ответили жители мегаполиса и области? Давайте посмотрим. Я не хочу расстраиваться по лишним поводам, потому что сейчас все хорошо. Находясь рядом с маленьким ребенком, нельзя быть обеспокоенным, поскольку он будет обеспокоенным следом за вами. Поэтому, несмотря на то, что все вокруг очень плохо, верим в то, что все будет хорошо. Ну, как бы, позитив какой-то должен оставаться. Ну, неприятное, конечно, все это. Паршивое эмоциональное состояние, естественное. Ну, я не знаю, кто радуется тут, я не видела. Вы рады? Отвлекаюсь вот маленьким, отвлекаюсь, стараюсь по возможности. Весна началась, конечно, солнышко радует, погода. Очень обеспокоенно, конечно, всем. Ну, не знаю, чем все это закончится. Даже давление поднялось. Приходится принимать таблетки от давления. Очень беспокоит, очень печально. И прискорбно, что наша Украина попала в такое положение. Ну, мы что, пенсионеры? Мы сильные. Мы прошли не такое, видели и голод, и холод, и все страсти, мордасти. Я очень люблю нашу Украину. Я туристка. Во всех регионах я была. Люди обрабатывают. Вот. А надо иметь свое сознание и любовь. Любовь друг к другу. Ну, а я что? В ополчение не пойду. Я только молюсь. Молюсь и прошу, чтобы был мир на земле. Конечно, встревожен. Страшно. Но если бы психологи работали действительно где-то на улицах, хочется, чтобы кто-то помогал. Чисто психологически действительно просто отвлекал от всей этого потока информации, чтобы действительно можно было разобраться. Все чувствовать более уверенно. И словно бы услышав это интервью, Украинское объединение психологов и Донецкое областное управление здравоохранения предлагает помощь жителям. В разных городах Донецкого региона действуют кабинеты психологической помощи, а на базе областного психоневрологического диспансера кабинет кризницы состояний с бригадами постоянной готовности. Телефоны вы видите на экране, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот в начале программы я задала два вопроса основных. Первый. Вот как реагировать на митинги, чтобы не сойти с ума? Можно позицию выбрать. Сойти с ума это такое расхожее мнение, ну как бы выражение. На самом деле клинические расстройства наблюдаются действительно сейчас у многих людей из-за того, что повышен стресс. Если стресс кратковременный, тогда это даже может принести пользу организму, жизни человека. Ну то есть человек справляется. А если кризис длительный, тогда происходит истощение психики, истощение ресурсов эмоциональной сферы, психической. И у человека наступает дезориентация. То есть для того, чтобы не поддаваться вот этим всем настроениям, очень важно соблюдать, ну как-то внутреннее равновесие, соблюдать, сохранять критику здоровую к происходящему. Не вовлекаться не в ту ситуацию, постараться абстрагироваться, смотреть на ситуацию объективно, как бы создавать свое личное мнение, не поддаваться настроениям толпы, это очень страшно, заниматься собой и в то же время не совсем отвлекаться от того, что происходит, быть в курсе событий. Скажите, пожалуйста, Виталий, почему, вот второй был вопрос, почему вчера мирные люди, спокойные, которые ходили по улицам, на работу выходили каждый день, сегодня выходят на демонстрации, штурмуют здания. Что происходит с их психикой? Ну, собственно, знаете, я могу вот что сказать. В век информатизации, когда человек каждую минуту может из любого источника телевидения, интернет, получать хаотичную информацию, человек становится еще больше элементом толпы. Вот когда мы говорим с вами, что вышла толпа, там 20 тысяч, 50 тысяч человек куда-то, эта толпа реальная, существующая, вот как в каком-то локальном пространстве. Но психология толпы расширяется за пределы группы. Когда мы включаем телевизор, бесконечно в панике ищем новый сюжет, что дальше. Мы переключаем из канала на канал, читаем бегущую строку, в этот момент где-то что-то еще находим в интернете, листаем прессу. Мы, сидя дома, на своем любимом диване, в комфортной для себя условиях зоне, мы, по сути, стоим на митинге. Мы, по сути, стоим в толпе, самое что не есть обычное. И потом, в какой-то момент времени, когда звучит правильно поставленный манипулятивный призыв выйти на улицы, когда что-то затрагивает наши основные ценности. Например, язык, вероисповедание, чувство гордости за свою страну. Может быть, угроза, вот мы реально видим, там какие-то танки или, я не знаю, угрожают. Даже если это по телевидению, да? Естественно. И вот появляется некий такой предел. И, кстати, первыми на улицы выходят люди, если они выходят добровольно, это как раз люди, у которых очень низкий порог такой вот эмоциональной чувствительности к серьезным социальным факторам. Вот они первые выбегают. Они как будто бы чувствуют такой призыв выйти, как будто бы это лично касается их. И поэтому толпа просто с дивана перемещается на какую-то конкретную площадь. И не больше. По одной только простой причине, что постоянная информационная пропаганда. Постоянное навязывание. А стоит ли здесь истолковывать, что если у человека, к примеру, психическое заболевание или склонность к расстройствам, то вот вызовет обострение, и он первым туда и пойдет? Есть такие? Есть, конечно, для этого все основания. Чаще всего люди с психическими нарушениями, особенно те, которые страдают волевым контролем, или те, у которых появляется иллюзорность мышления, они более внушаемые, они более даже романтичны сами по себе, доверчивые, глупые даже, если не как оскорбление принять сам этот факт. Они первые чувствуют. Вот у них как раз чаще всего и самый низкий порог возбудимости, который они воспринимают как призыв лично к себе. Вот как если бы это, особенно когда звучат фразы такого порядка «ты должен», «если ты не выйдешь, ты потеряешь страну», «без тебя не разберутся». То есть индивидуальное обращение. Конечно, ты самый важный, ты главный, твой голос, твой поступок, твой крик, потом скажут «твоя дубинка», «твой нож», «автомат» и так далее. Вот это самые уязвимые люди, которыми легче всего манипулировать. А какими процессами в организме обусловлено вот то, что так вот люди выходят на улицы и вообще вот такие чувства в момент перемен? Самая древняя эмоция, которая как бы живет в человеческой психике, это страх. Есть три типа реакции на страх. Это древние они, еще у животных, у древних людей и у современных людей. Первая реакция – это замереть. Вторая реакция – это убежать. Третья реакция – это сопротивляться, нападать. То есть две… Все, без него не так уж сложно. Да. Две вторые реакции, две последние реакции, они намного более здоровые. То есть в организм выбрасывается большое количество адреналина, нор, адреналина для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Вот. И человеку нужно отреагировать. Ему нужно израсходовать вот эти вот гормоны, которые… То есть если человек куда-то бежит, что-то делает, он расходует это… То есть надо понять, что две последние реакции более комфортны для человека. Более здоровые, более безопасны для психики, но не так безопасны для общества. Потому что человек под влиянием вот этого гормона стресса, он не совсем себя контролирует, он не совсем собой владеет. А первая реакция, о которой я говорила, это замирание. То есть это как у животных притвориться тушкой, чтобы хищник подумал, что он мертв и не стал его есть. Вот. Вот эта ситуация не происходит отреагирования, о чем я говорила в начале передачи, и происходит накапливание вот этого вот стресса, накапливание этого гормона, возникновение депрессии, подавления, вот, ну, и так далее. То есть вот для людей это хуже. Но мы знаем о том, что наш Донбасс – это регион как раз в большинстве своем аполитичный. Получается, что эта аполитичность не играет на руку нашей психики? Вообще, скажем так, политика губительна для психики, если в целом быть честным и смотреть правде в глаза. Получается, что все мы замираем и ждем, пока съедят, или чего-то ждем. Ну, у нас, понимаете, просто в Украине у разных регионов очень разные типы политического поведения. И вот то, что вы говорили в начале о поляризации, у нас получается так, что мы всегда доходим до каких-то особых крайностей. И часто оказывается так, что вот каждые пять лет, там, пять, шесть, в зависимости от периодичности выборов, у нас половина страны оказывается победителями и с чувством вот такого гордости некой. Вторая часть оказывается побежденными, которые ожидают реванша. Пять лет проходит, ситуация примерно меняется. И, естественно, сам по себе Донбасс, свойственным Донбассу типом политического поведения, сейчас ведет себя нетипично. Нетипично, да. Может быть, это от того, что накопился вот этот стресс и так далее. Есть какие-то объяснения этому? Ну, я не думаю, что это выход стрессу прям. Здесь больше появилось такое чувство, ну, скажем так, региональной идентичности или вот социальной идентичности. Это тоже один из очень сильных механизмов, когда человек себя соотносит с какой-то группой. И если в этот момент еще звучат лозунги, которые могут группу сплотить, объединить. Вот, кстати, наряду со страхом у человека есть еще одна очень сильная эмоция, которая становится потребностью. Это потребность в какой-то социальной группе. Принадлежность. Принадлежность, которая бы этот страх могла регулировать каким-то образом. А в группе всегда запускается механизм эмоционального окружения или, там, такое вот повторение одной и той же эмоции сразу у десятка, у сотен, у тысяч и даже у миллионов человек. Чем больше они сплочены... Как резонанс. Да, и что самое интересное, это то, что эта эмоция, которая начинает повторяться у десятков, сотен, тысяч человек, она усиливает эффект точно так же в десятки, в сотни и в тысячи раз. То есть каждый переживает это в тысячу раз сильнее, чем мог бы сам самостоятельно без телевизора. Естественно, человек бы в этот момент... Ну, представьте себя в толпе. Вы стоите в толпе, и вроде бы вы успокоились. Но рядом с вами, с этой стороны, кто-то кричит. В затылок кто-то дышит с какой-то паникой, страхом. Где-то еще вы видите, кого-то бьют. Вы сможете быть нейтральным? Естественно, гораздо сложнее. Это нереально. Как влияет на семью? Вот у нас зачастую сейчас семьи, кто-то за единство Украины, кто-то с иными настроениями. Насколько и родители, и дети, и мужья, и жены. Как действовать в этой ситуации? Вообще очень страшная ситуация. Расколы в семье происходят. Действительно, разные политические взгляды способствуют тому, что в семьях происходят конфликты. Дети с родителями ссорятся. Причем есть уже случаи, что поссорились навсегда, разъехались, разошлись, мужья с женами. И тут вспоминается древнее высказывание о том, что разделяй и влавствуй. То есть происходит раскол, происходит разделение, и этим самым сплоченность уменьшается, и можно больше влиять на людей, на ситуацию. Что в этом случае делать? Сохранять, как я говорила, уже здоровую критику. Потому что политика политикой, а близкие люди — это близкие люди. И невозможно, потеряв близких людей, их можно найти на какое-то время в толпе, в той группе, которой ты примкнешь, которая разделяет твои интересы. Но это будет длиться ровно столько, пока какая-то стрессовая ситуация. Когда она закончится, группа со своей ненадобностью распадется, и эти близкие люди, скорее всего, окажутся не такими близкими, как кажется. Нужно помнить о том, что родные люди, с которыми ты прожил уже какое-то время, они хорошо бы, чтобы оставались в нашей жизни. Вот люди говорили о том, что им нужна психологическая помощь. Нужна ли психологическая помощь людям в это время, и какая нужна? Ну вот к обоим специалистам вопрос. Может, Виталий начнете? Ну, честно говоря, мне сложно представить себе вот саму процедуру, как люди будут получать помощь, как им будут ее оказывать. Знаете, здесь, может быть, не столько это проблема психологическая, сколько проблема мировоззрения человека. Хотя в то же самое время, то, что появилось такое количество центров, я могу, я вот не заметил, в Макеевке есть что-то? Нет, Донецк, но Донецк, в принципе, близко. Донецк, Марью, Паселидов, Славянский, Артемовский. Я могу сказать, что, например, у нас в Макеевке научно-консультационный психологический центр в нашем институте, если я сейчас это назову, это не будет звучать как реклама? Ну, назовите. Макеевский экономико-гуманитарный институт, консультационный психологический центр. Мы тоже готовы, собственно, тогда поддержать эту социальную инициативу. Да, и, возможно, тоже телефон доверия. И тем людям, которым необходима помощь, наши специалисты смогут ее оказать. В любом случае, какие-то инициативы нужны. Но я не могу сказать, что сейчас это массово принесет помощь. Не в этом выход. Вот что самое главное. Мы сейчас пытаемся проблемы политики перебросить уже... Психологов появилось много в стране. Пусть они решают проблемы. Нет, к сожалению, не получится. Тем не менее, может быть, хотя бы что-то делать можно. Но, тем не менее, единицам, естественно, кому-то будет оказана консультация, помощь, какая-то информация предоставлена, я думаю, в таком случае кому-то, единицам, это поможет, это сработает. Но перекладывать политику на голову психологов, это как бы излишнее. Психологи не вытянут политику. Политики, видите, сами политики сейчас не могут вытянуть политику. Психологи тем более. Дело в том, что, ну, когда люди в таком состоянии, в состоянии шока, в состоянии испуга, психологическая помощь, как бы, очень трудно оказывается. Только 5-7% людей можно действительно оказать качественную психологическую помощь в таком состоянии. В связи с чем это? Не воспринимают? То есть, да, человек в шоке, человек в стрессе, он зачастую не слышит. Очень сложно установить контакт. Психологам очень сложно. То есть, да, если у человека есть потребность, лучше бы пойти. И как бы основная задача здесь стабилизировать. То, что может быть сделать психолог, стабилизировать, как бы заземлить человека, немножко успокоить. Возможно, порекомендовать какие-то успокоительные средства, там, медикаментозные, какие-то дыхательные гимнастики, медитации. Ну, просто отстраненный взгляд. Вот. А такой глубокой психологической помощи, ну, к сожалению, очень трудно оказать в таком состоянии. А много обращаются вот сейчас? Больше стало людей? Нет, людей сейчас не больше новых клиентов. Ну, вот у меня и у моих коллег нет. Ну, те люди, которые приходят, они, ну, которые вот ходили клиенты, которые продолжают ходить, они говорят о том, что очень страшно актуализируются какие-то вот их состояния, конфликты семейные, именно на почве политической обстановки. И как определить, что вот порог тревожности превышен? Что нужно все-таки уже куда-то идти или как-то себя спасать, а не идти на митинг завтра? Физиологическое состояние. Начинаются у людей головные боли, как бы вот тремор какой-то. Человек не может сосредоточиться. Ну, вот уже необходимо обращаться к кому-то, уже необходимо искать информацию, что-то делать с собой, заниматься с собой. То есть рассеивание внимания, вот так можно сказать, страх необъяснимый, то есть уже можно... Вполне объяснимый, но, да, который не дает... Необъяснимый, возможно. Да, вот эти вот страхи, это как бы является показанием обращаться к специалистам, к невропатологам, к психологам, к психиатрам. А в мировой истории были ли такие случаи, когда вот такие настроения на что-то сподвигали, что-то люди делали, группы людей? Конечно, были. Я могу даже так сказать, что для того, чтобы заставить одного конкретного человека что-то сделать, для этого нужно больше потрудиться, чем заставить толпу что-то сделать. Намного проще работать с толпой, с сотнями, с тысячами. Крестовые походы возьмите, это же самый простой, наиболее... Это вот этот резонанс, видимо, срабатывает эмоционально, и люди все идут. Естественно, допустим, XIV век, пляска Святого Вита, даже в клиническую психологию вошел такой синдром, синдром Святого Вита, когда Европа умирала от чумы, там больше 20 миллионов, по-моему, в это время людей от болезни скончались, а тут праздник Святого Вита. А он всегда отличался плясками, танцами. И вот люди, которые изнемождены болезнью, начинают ритмично танцевать, начинают плясать. И так это на протяжении скольких-то дней. И вот самый интересный парадокс. Замертво падают, вот просто-напросто доводят себя до такого состояния, и эта массовая истерия передается от города к городу, от какого-то поселка к другому поселку. И в этот момент погибло человек больше, чем если бы было какое-то военное вторжение или что-то случилось. То есть вот ответ на вопрос, на тот вопрос, нужно ли поддерживать митинги, демонстрации или агрессию? Естественно. И еще вот один пример, такой самый простой, когда студенты одного университета пытались определить степень социального влияния на человека. Самый простой эксперимент. Выходит, один человек смотрит в небо на открытой площади. Все проходящие мимо думают, ну, что-то странное он, да? Выходит еще десяток человек, два десятка человек, сотня, стоят все в течение там скольких-то получаса смотрят в небо. И случайно проходившие мимо люди, которые шли по делам, останавливаются в этот момент, стоят и смотрят. Не поймут, в чем дело. Им толком никто не может объяснить. Но вот это чувство, что что-то делают сотни, значит вот что-то правильное. Ведь даже если вспоминать любые наши детские, в период детства, нравоучения от родителей, особенно бабушек, дедушек, они всегда говорили так, люди скажут, люди скажут. И вот такая вот неуместная привязка к социальному фактору, излишняя привязка к социальному фактору. Вот все-таки что, стоит идти на митинг, если очень хочется, или даже если не хочется? Или стоит оставаться дома? Как будет комфортнее, лучше для психики? Это, наверное, выбор каждого. Потому что важно понимать, что когда вы выходите на митинг, когда вы попадаете в толпу, важно понимать, что с вами происходит. Да, вы становитесь частью одного механизма. Толпа обладает как бы единым сознанием. Человек, попадая в толпу, он теряет свою индивидуальность. А сейчас очень много нечистых психотехнологий, нечистых психологов, которые владеют информацией, как влиять толпой, как управлять, какие интервенции делать для того, чтобы толпа делала то, что им нужно. И то есть, попадая в эту толпу, в этот митинг, вы можете потерять свое лицо. Собственно, себя. Да, неожиданно оказаться в том месте, где вы, в принципе, не планировали находиться, неожиданно делать то, что вы не планировали делать. То есть, если человек туда идет, он должен сохранять контроль над собой и понимать, хочет он этого или не хочет. Нужно ли, может быть, обзвонить родственников, сказать, что на митинг идешь и так далее? Да, какие-то такие меры безопасности предпринимать, делать это с опаской лучше, с осторожностью. Есть даже такая рекомендация, когда вы нечаянно оказываетесь в толпе, сейчас мы понимаем, что митинг и Майдан может появиться в любой части города. Так вот, для того, чтобы не поддаться вот такому эмоциональному заражению, нужно выбрать для себя какой-то конкретный объект, допустим, это столб, здание какое-то, и пытаясь пересечь эту толпу, все время концентрировать свое внимание на этом объекте, так чтобы он был основной фигурой, на которую обращено ваше внимание. То есть, чтобы внимание не переключилось на тот самый митинг демонстрации. Да, в этот момент может быть, где-то там себе мять палец, чтобы чувствовать свое тело, свои ощущения, вот чувствовать реальность. Человек в толпе чувство реальности утрачивает, и есть ряд исследований очень интересных, которые показывают, что интеллект толпы, это не просто среднее арифметическое всех интеллектов, которые там есть, а это ниже самого низкого интеллекта у какого-то конкретного человека в этой группе. Вот в чем парадокс. Интеллект профессора и интеллект человека, который, может быть, не умеет читать. Нет, просто человека, который не умеет читать, который вообще не понял, как он там оказался. Вот профессор утрачивает свой интеллект, собственно говоря, поскольку когнитивные функции переходят в чисто эмоциональные. А там, где сплошные эмоции, там интеллекту, воле, контролю нет места. А как оценить уровень тревожности? И вот насколько можно ли оценить уровень тревожности сейчас в нашем обществе, насколько он высок? Увеличивается ли количество суицида вообще в такие периоды в целом? Как он оценивается? Ну, знаете, здесь такая ситуация двоякая, потому что одни исследования показывают, что, например, в период войн и серьезных каких-то военных кризисов, наоборот, снижается уровень неврозов, депрессий, потому что для человека значимым остается факт самой жизни. Вот если в мирное время человек думает о качестве жизни, я живу плохо, я хочу лучше, я хочу больше, вот как-то так. В момент сумасшедшего кризиса он думает только об одном – жить. А вот другие исследования показывают, что кризисы общества, которые влекут за собой финансовые кризисы, безработицу, долговые обязательства всевозможные, вот они иногда до 25% увеличивают… Процент неврозов и депрессии. Процент не неврозов, даже, а суицидов. Суицидов. То есть, в принципе, вот такие вот более жесткие варианты, даже не столь опасен для человеческой психики. Он не то, чтобы не опасен, он просто ориентирует человека на ценность самой жизни, вот сам факт жизни – выжить. И у многих людей сами по себе неврозы, депрессии, если нет каких-то серьезных медицинских оснований для этого, то это просто проблемы мышления, честно говоря. Спасибо большое. Спасибо большое нашим гостям. Мы вернемся к вам после нескольких минут рекламы. Но прежде наша традиционная рубрика «Помощь». Помощь требуется 10-летним Эдиме Кубою. У него очень редкая болезнь, он не растет. На вид Диме Кубою не даже больше 6 лет. Мальчику уже 10, но он не растет. У него очень редкое заболевание. Гипофиз не выделяет необходимые гормоны, в том числе и гормон роста. Таких детей в Украине всего шестеро. Изо дня в день это приступы, это боли, это бесконечные что-то, это гипотрофия тяжелая. Было он не мог... Простите. У Димы был порог сердца, сужение легочной артерии. Приступы эпилепсии длились до часа. А несколько лет назад он перестал есть. Начала заматывать по 30 грамм, понемножку заливать его через блендер. Результаты не заставили себя ждать. Растянули желудок. Сейчас у него боли, аппетит улучшился. За два года он набрал вес, появился подкожный жир у него. Раньше этого вообще не было. Это был кусок изуродованного мяса, простите. Так оно и было. Синий, постоянно плачущий, постоянно головные боли. Сейчас он питается более-менее лучше стал, ничего не беспокоит. Сейчас Дима чувствует себя лучше. Когда появляется свободная минута, бежит к гантелям. Уверен, что это поможет ему вырасти большим и здоровым. Несмотря ни на что, наустина осталась, он может играть на компьютере, заниматься, напечатать, нарисовать на ноутбуке. Хотя было сложно, конечно. Научился читать. Он постоянно мастерит изобретателей, изобретает со всего. В белевых прищепках может башни такие намастерить, с коробок спичечных, со спичечек маленьких. Он может такого намастерить. Дима закончил четвертый класс. Иногда занимается индивидуально с учителем, иногда ходит в школу. Многому научился за последние несколько лет. Читать, писать, математику решать. Он обыкновенный мальчик, такой, как все вот они, веселый. Иногда бывает грустный, потому что он понимает все. Он умеет все делать. Просто болезнь не дала ему развиваться так, как им. У мальчика много друзей. Дима мой сосед. Мы с ним общаемся, дружим. Можно сказать, что он мне младший брат. Добрый, понимает. Он любит общаться. Учится тоже он хорошо. В школе, конечно, с ним дружат все. Диме необходимо колоть гормон генотропин. Без него мальчик перестанет расти и, как следствие, жить. Год лечения обходится в 65 тысяч гривен. У семьи таких денег нет. Украинская биржа благотворительности создала проект «В маленьком теле большой человек». Теперь каждый желающий может помочь Диме справиться со страшной болезнью. Детали по телефону 095 80 22 827 или на сайте Украинской биржи благотворительности в разделе «Проекты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова